Добрый день дорогие друзья вы на канале питомника Мари Мистик сегодня 25 апреля 2020 года и я хотела представить вам новую коллекцию шапочек для собачек породы чихуахуа из ниточек секционного окрашивания и меланж и помогать сегодня нам позировать на этой фото видео сессии будут три сестренки малинка апельсинка и вишенка вот такие ляльки у нас сегодня нарядные вот такие невыспанные и посмотрите пожалуйста повнимательнее покрупнее сейчас я вам покажу какая интересная расцветку этой шапочки эта шапочка из ниточки секционно окрашенный одна и та же фирма ниток только разные оттенки розовый вот с таким вот малиновым оранжевенький с более таким рыженьким нежно-нежно абрикосовый с рыженьким и вот такой вот розово-фиолетовый с таким тоже бордовым что ли или вишневым из-за того что ниточка окрашена вот такими неровными пятнышками просто если вязать по прямой эту шапочку получается как будто рисунок как будто у нас на шапочки крапинки другого оттенка так уже становится опасно поэтому мы девчонок пока опускаем на пол потому что кое-кто позировать нам не хочет юми у нас слишком активная давайте отпускаем девочек лучшая фотомодель у нас юджини она нам уже позировала но на самом деле на кухне у нас очень жарко и мы сейчас юджини тоже раздеваем опускаем на пол и я вам покажу и расскажу про ниточки и новые рисунки которые я связала буквально недавно вот такая ниточка которую только что нам юмичка любезно продемонстрировала называется не секционного при окрашивание пряжа потому что на одной ниточке ровно окрашены вот в такой абрикосовый цвет есть вот такие вкрапления окрашивания другого цвета и когда мы вяжем изделие по прямой простой вязочкой вот резиночкой у нас получается вот такой узор на мой взгляд очень даже нарядный и оригинальный юмичка нам сегодня уже продемонстрировала на этой же самой ниточки я связала шапочку французской резиночкой очень красивая сама по себе резиночка и на вот такой вязки с такой ниточкой на мой взгляд неплохо смотрится рисунок не теряется узор французская резинка дает какой-то даже рельеф она наоборот приобретает даже несколько оттенков и как горит прямо пряжа очень понравилась французская резинка на такого плана ниточки а также уже юлиана нам продемонстрировала шапочку вот с такой оттеночек пряжи это все одна и та же фирма и тоже мы связали обычной резиночкой но за счет вот этого окрашивания неровного получается как будто у нас узорчик и наша юджиния продемонстрирована нам модель с розового цвета ниточками из которой у нас также сделано у меня шапочка и простая резиночка с розовенькими вот такими вкраплениями и узор но здесь у нас у меня получилось английская кажется резинка сама по себе резиночка конечно узор красиво вязка рисунок вязки красивой и на такого плана ниточки но в общем собственно даже неплохо и смотрится такие ровные косички получаются как бы вся шапочка в таких вот косичках на белого цвета ниточки но я тоже пробовала вот такую вязку такая красивая резиночка в виде косички она ложится вот таким вот как колосок на белой пряжи очень даже неплохо тоже смотрится вся шапочка вот таким рисуночком связано и воротничок тоже это белая шапочка из-за лизе пряжи сделано французской резиночкой очень красивая получается тоже рисунок и начала уже так это тоже у меня французская резиночка на более толстой толстые ниточки не так мне понравилось этот рисуночек смотреть менее он выражен любой из этих шапочек я повторяю можно добавить ушки привязать это как основу у нас идет шапочка шлемик так называемого игрока и вот у меня уже новые прикуплены пряжа которую я только начала пробовать что из нее получится это пряжа yarn art фирмы я уже делала вот такой вот коллекцию зелененьких оттенков и теперь в коричневых тонах пряжа это секционного окрашивания интересно чем если вязать по прямой резиночкой то несмотря на то что тут не соблюдается никаких рисунков а идет просто ниточка как она в матке разворачивается в готовом изделии смотрится как будто здесь какой-то задуман был рисунок на самом деле это просто за счет такой окрашивание пряжи вот уже у меня заготовочка из коричневых тонов будем пробовать еще посветлее мне очень понравились такого плана ниточки потому что мне нравится как выглядят готовые изделия очень мне кажется нарядно и вот у нас шапочка из немецкой пряжи которая сделана из пряжи меланж что такое меланжевая пряжа это когда на одной ниточке как вот здесь не вот на секционного окрашивания пряжи на одной ниточке